Хочется от себя сказать то, что я знаю этих художников давно. И с Дороховым мы достаточно часто выставлялись на совместных больших выставочных проектах, таких как След и другие. Очень жаль, что Женя не смог приехать, он болеет. Для многих Красноярск, как бы это такое слово священное, потому что Красноярск это такая мекка, где происходит очень много больших серьезных выставок. Но я вам хочу сказать, что Омск за последние несколько лет практически нас уже перешагнул своими масштабами. Недавно закончилась огромнейшая выставка Евразия Арт, которая собрала работы талантливых художников Новосибирска, Омска и еще по приглашениям из многих городов, а также художников из Казахстана и Китая. Огромнейшая монументальная выставка, на которой председатель чуть было не надорвался. Но слава Богу, что в лице Омска, ну и еще и Новосибирска, мы ощущаем такую настоящую поддержку. Вот только что ушел Геннадий Леонидович Рукшенко, наш не просто большой настоящий друг, это человек, который очень тонко понимает и чувствует искусство, и он сказал, что я просто в огромнейшем восторге. И говорит, вот вам, пожалуйста, худ граф. Суриков там не рождался. А какое огромное количество талантливых, самобытных и совершенно разных художников. Вот двое из них сегодня представили нам свои работы. А там еще целая плеяда таких, как Машанов, Александров, Кабралов, можно перечислять просто очень долго. И их работы на всех выставках, они, безусловно, отличаются какой-то вот своей новизной и своим совершенно каким-то специфическим видением мира. И вот эта выставка называется «Сотворение». Конечно, может быть, сразу, если войти в зал, не все будет до конца непонятно, но можно почитать тексты, которые сопутствуют этой выставке. Это действительно очень глубокое свое мироощущение, что бывает достаточно редко. Не всегда наши коллеги, они стараются мыслить, может, как-то в глубину. Для многих какая-то поверхность является самодостаточной. Но здесь как раз образец принципиально другого подхода к себе, к творчеству, к своей такой, своей собственной философии. И мне, конечно, хочется от всей души поздравить, во-первых, всех нас. Я думаю, что завтра здесь будет несколько раз больше народу. Как раз после праздника и юбилея школы, может быть, захочется прийти, посмотреть на настоящее хорошее высокоискусство и поздравить, конечно же, автора. Выставка не просто очень точно вместилась в пространство. Вот здесь нет ощущения того, что хотелось бы побольше, побольше, и в красивых-красивых рамах, чтобы, может быть, от количества как-то все тихонечко переросло в качество. А здесь полностью ситуация с точностью до наоборот. Как раз именно пространство как раз тоже играет определенную роль, как объект такой культуры и искусства изобразительного. И замечательно, что два зала и два автора, два Евгения. Просто от всей души хочется в два раза дольше говорить. Повезло, что после Омска и Новосибирска эта выставка попала к нам. Но и очень большое пристальное внимание к этим художникам оказывает Российская Академия Художеств. Решением Президиума Академии от 22 апреля 2014 года Заремба Евгений Юрьевич награждается медалью Шувалова. Евгений Дорохов, к сожалению, приехать не смог. Евгений отвезет ему серебряную медалью Академии. Граждается Дорохов Евгений Дмитриевич. Здесь еще есть несколько благодарственных писем благодарности Академии до молодым умским художникам по итогам последних выставок. Тоже хорошо. Замечательно, что два зала и два автора, два Евгения. Просто от всей души хочется в два раза дольше говорить. Но я думаю, что достаточно. И хотел бы попросить сказать несколько слов Лену Юрьевну Худанову. Лена Юрьевна, будьте добры. Я думаю, что здесь достаточно такой узкий круг людей, которые прекрасно разбираются, прекрасно понимают, что они видят. И Сергей Евгеньевич очень емко выразил идею и задачу этой выставки. На первый раз столкнулась с художниками Омска, вот так именно столкнулась, потому что это было потрясение, на Ленской выставке «Пост-1». Это частная такая галерея, но она была очень интересная, потому что концептуально это были как раз проекты близкие к тому, что мы сейчас видим. Ну и в Томске проходит периодически триеннале рисунка. Я участвую как член жюри, председатель этих выставок. И впервые я именно там увидела работу «Жить за рэмбол». И они у нас, поскольку мы свободно, так сказать, выстраиваем места, то есть все записываются, суммируем, смотрим, кто. И у нас все время получалось, вот на трех я была, и три раза получался за рэмбол. И мы не можем же мы каждый год давать первое время одному и тому же человеку. Вот давайте искать, вот за рэмбол просто похвалим, давайте кого-то искать. Но это о чем говорит, что на такой большой выставке, это большие выставки триеннале рисунка, все равно Женя Зарэмба, Евгений Зарэмба, смотрится очень ярко в смысле языка. У него запоминающаяся работа, у него совершенно свободное владение карандашом, вы это видите в том зале. Он очень хорошо чувствует плоскость, это большая проблема профессиональная, далеко не каждый художник справляется с этой задачей. У него соотношение белого и черного в рисунке очень конструктивно, и за счет этого очень метафизично пространство. То есть вы как бы свободно включаетесь в это пространство, и дальше ваше воображение следует за замыслом художника. Это тоже очень неважно. Женя Дорохов, он такой более напористый, более вулканический. Вот если Евгений Зарэмба ближе к определению, к тому, что мы можем назвать классикой, то есть равновесие, равновесие между чувствами, разумом, интеллектуальное искусство, толчком к работе интеллекта, все-таки такой всплеск энергетически-чувственный. У Евгения Дорохова он конструктивист. Он конструктивист, когда он работал с другим материалом, это большие такие цветовые панно, фактурные панно со сложной смешанной техникой. Это то, что он определяет как космос, как вселенная, как некую архаику. Он не совсем, конечно, близок к архаике, хотя вот на выставке в Новокузнецке, в моем русле, да, первой когда, у него тоже были там очень интересные вот эти композиции, связанные с тематикой архаики. Вообще тогда выставка получилась очень интересная. И мне кажется, что чем Омск отличается? Омск, Барабинские степи, там сильно не пофантазируешь на природе. Красноярск – это пример, это комарит, это живая естественная природа. И художники Красноярска, они, в общем, как бы погружены в это пространство вот такого чувственного, природного, реалистического выдавания. А в Омске, ну, степь, небо, степь, небо, степь, Барабинская степь не самая веселая. Но именно это заставляет компенсировать, заставляет искать, заставляет работать фантазию. То есть художник, он находит те пути, которые выведут его на какой-то язык классический. И я думаю, как раз это способствует. Там худограф. Худграф – это не то же самое, что академические художественные институты. Там другая задача, там другая скорость, я бы сказала, обучения, и другая стилистика. И вот как-то совпадают. Задачи, которые стоят в институте, на худграфе, там Кичигин блестяще работает, и та среда, в которой эти художники формируются. То есть они не зашорены на жесткую такую академическую структуру. Они работают со свободной пластикой, со свободным пространством, со свободной формой. И вот результат этой свободной формы мы здесь как раз и видим. И это интересно тем, что это совершенно противоположные тенденции. С ними можно соглашаться, можно не соглашаться. Можно принимать этот язык, можно не принимать этот язык. Но то, что это сделано профессионально, то, что это сделано, я бы сказала так, с головой, то есть человек думал, человек выстраивал концепцию, исследовал этой концепции, и старался донести свою идею до зрителя, и реализовать эту свою идею, мне кажется, это очень интересно. Кроме того, очень красивые вещи по цвету, вот я их вижу больше в интерьере, может быть, нужен другой материал. Скорее всего, вот эта как бы нехватка, технологическая нехватка материала, она вот немножечко как бы снижает вот этот уровень. Я не имею в виду художественный, а способ воздействия, силу воздействия. Если бы это было дерево, там, металл, если бы это была керамика, шамот, я думаю, что это было бы еще более мощно. Но сама идея, конструктивная идея, она безумно очень интересная, она хорошо работает в современном пространстве, я представляю это и в интерьере, и в экстерьерах, и в арт-стрит это может быть. То есть это вот такая тенденция нового языка, и она этим интересна, потому что каждое время, безусловно, требует своего осмысления, пластического, художественного осмысления, и через это приходит к какому-то синтезу. Вот этот синтез двух мастеров не случайно называется сотворение. Вот это сотворение такого вот спокойного, классического, ясного интеллекта и такого страстного, взрывного, экспрессивного конструктивизма, вот это две стороны творчества, две стороны искусства, которые вообще неизменны, это всегда так. Искусство идет или тем, или другим путем, а все остальное это диапазон. Поэтому я желаю двум Евгениям, и я очень прошу передать это Жене, чтобы творческая энергия никуда в песок не уходила, чтобы она реализовывалась, чтобы она не то, что фонтанировала, а чтобы этот источник, он все время способствовал расширению вашего пространства мировоззренческого, потому что, когда вы его расширяете для себя, вы расширяете его тем самым для зрителей, и мир становится богаче. Вот это вот нести ощущение богатства, безложность и эстетичность мира, вот это и есть творчество. Я желаю вам иначе. Спасибо большое. История Кеморридов, и темно-баскарь. Пожалуйста. Добрый вечер. У нас сегодня уже получилось не столько открытия, сколько профессиональные разборки, пожелания. Может быть, это и хорошо, но это, наверное, и смысл вот такого каменного открытия, как правильно в самом начале было сказано, что уж кто пришел, это точно, они понимают то, что люди, где-то много, смысл много. Поэтому я не буду тут тоже затягивать и делать какие-то искусствоведческие разборы. Выставка для нас, для города Красноярска, действительно неожиданная, совершенно не похожая на все выставки, которые здесь бывают. Выставка красивая, она уникальна тем, что она вот такая профессионально-современная. Вот это то современное искусство, которого вот именно, ну, так не хватает нам. Которого не хватает современного или актуального искусства, потому что на самом деле люди действительно творят не случайно название выставки, не очень оно нравится. Они боятся экспериментировать, берут совершенно глобальные, большие сюжеты, то есть вот само содержание этой выставки. Может, сначала, особенно, допустим, у Дорохова, там, обращаешь внимание на материал, на какие-то формы, на какие-то композиции, потом начинаешь идти глубже, это гораздо важнее. Точно так же у меня, я, Анатолий Павлович, не увидела, вот, к сожалению, или, может, ну, с каждого свое, безусловно, как художника индивидуально, так и восприятие индивидуально. Мне там не было скучно, я не видела повторов, я видела вот все больше и больше, как бы раскрытие темы, мне там тоже, ну, прошлое, настоящее искусство в поиске. Представить, как, ну, всегда же к своим коллегам очень внимательно прислушиваешься, представить Дорохова в другом материале, это будет совершенно другой, другой смысл, другая идея, не знаю. Вот пока что в этом материале, в обыкновенной бумаге практически, он тоже великолепен, хорош, можно смотреть, можно думать и радоваться. Спасибо большое за выставку, которую нам омичи подарили, и, ну, давайте, пожелаем здоровья и успехов в творчестве. Может, основное качество, это профессионализм, это не игра и не баловство, которое можно очень часто видеть на других выставочных площадках, когда подменяется сущность, подменяется каким-то там приемом. А это совершенно серьезное, совершенно актуальное и современное искусство, которое несет в себе как раз именно заряд позитива и мысли. Это самое важное, мне кажется, то, что должно содержать произведение искусства. Если оно вызывает отторжение или оно вызывает недоумение, ну, значит, автор не вложил свою душу, значит, он просто следовал каким-то другим своим устремлениям. Действительно, ощущение какой-то такой красоты и гармонии, несмотря на такой конструктивизм и на экспрессивную живопись в том зале. Все равно ощущение какой-то такой красоты и покоя. Я думаю, это может быть гораздо важнее, чем какой-то эпатаж или какие-то шутки с искусством. Но много уже сказано, я думаю, пора дать слово автору одному за двоим, Евгению. Ну, мы же ждал, конечно, сегодня Евгения нету. Он очень хотел приехать в Красноярск. Мы с ним до этого сделали этот проект в Омске сначала, потом в Новосибирске. И предыстория вообще этого проекта, то есть мы сначала делали отдельно. Каждый занимался своим творчеством. Потом мы... Так случилось, что должны были выставиться в одном зале в одно время. По счастливой случайности возник этот проект, просто мы подумали, что почему там не открыться вместе, когда мы занимаемся, по сути, одними и тем же вопросами. Просто он с одной грани, скажем, смотрит на это. Я с другой, у него... Выставка называется, его проект «Вначале было число», то есть о мироустройстве, о мироустройстве, о мироустройстве. То есть такие глобальные какие-то вопросы. У меня и возникнут верьте. Если мы где-то параллельны, почему бы не назвать выставку «Сотворение». Каждый занимается своим творчеством, или вместе какие-то наши связки. То есть это как бы получилась такая счастливая случайность. Поэтому в одном раз так случилось, значит, надо еще по другим городам провести этот проект. Вот поэтому, конечно, в каждом городе по-разному он получался. Ну, в Красноярске мне понравилось очень, потому что получилось и по отдельности, и вместе. Есть общее звучание, и в то же время представлены, как каждый зал отдельно. Поэтому в городе я в первый раз, в Красноярске тоже понравился город, тоже красивый. Залову тоже понравился, людям понравились. Большое спасибо вам. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»